всем привет продолжаем уроки по sdl и сегодня урок 11 и он взят отсюда вам то есть вот здесь есть такой туториал набор уроков от какого-то автора но у него было sdl в 1.0 сейчас вот 2.0 даже вот было какое-то обновление в этом году короче это взято отсюда но не все берется отсюда вот в частности урок 11 здесь показано как можно рисовать спрайты либо либо какой-то кусочек взять в текстуре и отрисовать его то есть взять текстуру выделить какую-то область и нарисовать как бы не всю текстуру а какую-то область вот ну это 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 сейчас и будет показано так вот как бы здесь рисуются какие-то кружочки у меня будет просто анимация то есть не немного немного не такая реализация как здесь но тема совпадает вот так вот так вот так вот что какая у нас задача нарисовать нарисовать но спрайты что такое спрайты давайте я открою спрайт и вот вы видите это у меня из урока по 5 по моему там у меня было там была отрисовка такого зомби короче вот двигался зомби вот спрайт и спрайт это набор картинок одинакового одинаковой ширины ну и высоты понятное дело вот это набор каких-то анимаций соответственно вот у меня каждая каждая анимация имеет фиксированную ширину вот все они одинаковы по ширине и по высоте как вы видите вот соответственно спрайтом называется вот отдельно такая картиночка вот а набор этих спрайта из набора спрайта можно уже сделать анимацию соответственно это сейчас и будет сделано вот что у нас в основной мейн программе в основной программе как бы ничего нового добавлено не было давайте перейдем вот здесь создал класс текстур спрайт и ну из предыдущего урока здесь понятно я устанавливаю рендерер то есть куда рисовать дальше я указываю какую картинку загрузить и указываю количество фреймов то есть данном случае в той картинке там по моему 16 картинок до 16 анимаций вот я это и указываю вот дальше можно получить количество этих картинок и вот функция рендер еще немного изменилась до по сравнению с предыдущим уроком здесь при отрисовке указываю номер картинки номер фрейма который нужно отрисовать есть дальше что еще нового но вот смотрите у меня вектор вектор sdl rect что такое sdl rect это sdl ский тип структура которая описывает как бы какое положение на прямоугольную область то есть у нее есть x y и ширина и высота так вот у меня этот вектор для чего надо но он надо для того чтобы на при загрузке картинки сохранить сохранить вот эти вот области то есть иметь уже сохраненными то есть здесь просто ширина и высота будет и будет значение x изменено вот короче 16 областей здесь вот вот соответственно вот я загружаю картинку дальше зная количество фреймом я создаю вектор этого размера а дальше пробегаясь по этому вектору и полностью указываю все данные то есть x y и ширину и высоту то есть это прямоугольной области нужного фрейма на этой картинке вот соответственно игр игрек там всегда будет 0 ширина и высота тоже по нулям а вот x всегда будет меняться вот-вот я загружаю дальше ширину я узнаю каким образом я беру ширину картинки и делю на количество фреймов обычно обычно оно должно делиться без остатков ну хорошем случае ну по в идеале до соответственно здесь не проверяю есть остаток нет остатка я предполагаю что все там будет четко вот вот вот-вот-вот дальше при отрисовке рендер я указываю номер картиночки и непосредственно смотрите в беру наш рендер беру нашу текстуру то есть вот эту всю текстуру и указываю какую область указываю какой прямоугольничек мне взять с этой текстуры с этой своей картинки и и здесь указываю куда рисовать ну куда копировать рендер кварт это у нас непосредственно x и y и ширина и высота полностью совпадают шириной и высотой нашего отдельного фрейма вот то есть еще раз у меня есть область куда рисовать вот но непосредственно рендер отрисовщик да дальше у меня есть текстура то есть это набор спрайт дальше я указываю область с этой текстуры которую нужно нарисовать и указываю куда ее нужно нарисовать то есть данном случае с этой текстуры берется область данные которые указаны здесь в массиве и вот сюда рисуется в эту область вот x и y ширина и высота вот дальше дальше тут ничего нового здесь просто переменные завел x y dx и dy ну чтобы он куда-то двигался да и и установил дилай в 66 миллисекунд ну здесь есть какой-то вроде бы контроль фпсов но об этом ну там следующих уроках вот я в раз как бы не хочу тебя тины добавлять потому что вот решил полностью повторить автора этого всего но как вы как вы видите в этом уроке немного вида изменен но но тема осталась соответственно по другим урокам тоже скорее всего будут какие-то изменения вот так вот по поводу количество фпсов и контроля их то это там где-то я видел в уроках дали так вот смотрите чё я делаю вот основной цикл это понятно тут очистки идут тра-та-та-та-та и вот я рисую зон и указан номер фрейма дальше номер фрейма и увеличиваем и если он превысил количество фрейма я его обнуляю соответственно у нас идет такая постоянная анимация ну и потом проверки x и y чтобы мы не вышли за пределы экрана вот если мы выходим то dx меняется в обратную сторону или y короче и sdl delay 66 миллисекунд я сказал задержка это получается порядка 15 fps ну давайте запустим как вы видите вот двигается зомби вот идет анимация и все красиво и все хорошо и как вы уже увидели ничего в принципе сложного нету нету так а почему все белое ну а потому что конечно же потому что я все указал белым ой давайте вот так вот 00 не понял чё это произошло короче вы увидели что ничего сложного нету и если понаписывать какие-то классы такие оберточки более удобные например чем это то можно даже чё-то на вот он зомби видным на темном фоне видно хуже вот то можно 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 даже уже что-то начинать писать так давайте dx на 2 то что то он идет вот так вот вроде получше так ну а на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока